Доброго утра еще раз всем! Первое июня на календаре, начались каникулы и, конечно же, только начинается праздник, Всемирный день защиты детей. Сегодня у нас праздничная программа, у нас сегодня огромное количество самых разных музыкальных выступлений, развлечений, но всегда есть время поговорить на серьезную тему. Сегодня у нас в программе, на мой взгляд, действительно пример для подражания всех детей, молодежи и родителей в том числе, потому что у нас сегодня 18-летний юноша, который из Кагула, который стал чемпионом мира по арм... лифтингу. Константин Барладян у нас в гостях, чемпион мира по армлифтингу, многократный призер и чемпион международных чемпионатов по армрестлингу, а также у нас в гостях Сергей Мурзенко, тренер, вице-чемпион мира и самый сильный человек Молдовы, заметьте. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы вас поздравляем, во-первых, с тем, что вы выиграли, что вы победили на чемпионате, на пятом чемпионате по армлифтингу. Что это за вид спорта вообще? Объясните нам. Это новый вид спорта, он связан именно с силой хвата. То есть чем сильнее рука, хват у человека, тем больше можно поднять вес, потому что здесь идут нестандартные снаряды. Вот один из них это Роллинг Фандер. Давайте, может быть, попробуем подержать его в руке. Это 60-миллиметровая ручка, которая крутится вокруг своей оси. И там любой килограмм, вот, например, человек поднял 50, можно ему поставить 51 килограмм, он уже не сможет ее удержать. То есть она убегает из рук. То есть, правильно мы понимаем, к этому оборудованию крепится вес? Да, к этому оборудованию крепится вес, и вес поднимается на одну руку до выпрямления. И потом идет команда судьи, отпускается вес, и это засчитанный вес. Вот Константин, став чемпионом мира, он поднял 78 килограмм в своей весовой категории и в своей возрастной. А сколько, если не секрет, весит Константин? 70 килограмм, то есть оторвать 78 килограмм, это уровень мастера спорта международного класса. В чем сложность этой ручки? В том, что она вращается. Эта ручка, это самодельная. В Молдове только одна профессиональная ручка от мирового производителя Eron Mint, американская компания. В начале соревнования каждая ручка индивидуально подбирается к соревнованию, открывается во время соревнований. То есть ручка, если ее использовать два соревнования подряд, она уже не тот результат. То есть нормативы можно поднять больше, потому что ручка уже не будет крутиться так, как бы она крутилась в первый раз новой. В этом сложность армлифтинга. Понимаешь? То есть все поднимают одной и той же ручкой. Следующее соревнование новая ручка. То есть если я правильно понимаю, это не как у теннисистов, у каждого своя ракетка. То есть у вас одна ручка, которую поднимают абсолютно все спортсмены. Да, конечно. Это так и честно. Просто у кого-то она может крутиться легче, он поднимет меньше. У кого-то она будет крутиться сложнее, он поднимет больше. Уравнивать все шансы, то, что одна ручка у всех. Мне очень интересно. Я впервые об этом слышу, об этом виде спорта. Как давно он в Молдове? На чем вы тренируетесь вообще? Первый раз я увидел этот спорт, когда был на чемпионате по жиму лежа в Одессе. И там была представлена эта ручка одним из легендарных армрестлеров Украины Андрея Пушкаря. И он представил эту ручку и дал возможность на ней поднимать людям, которые вообще не занимались этим. То есть занимались обычными силовыми видами спорта. И мне понравилась эта идея. Я начал искать и пробовать, где участвовать, как участвовать. Первый мой чемпионат это был в 2010 году, когда я был в Москве на открытом чемпионате России. Я смог на первом чемпионате взять второе абсолютное место на тоже одном из снаряде, который тяжело поднимается, называется «Аполлон Аксель». И там я уже познакомился с профессиональной ручкой. У нас нет возможности ее купить пока, но мы собираем фонды и, наверное, она появится в ближайшем будущем в Молдове. И это одна из наших копий. То есть мы сделали ее самодельно. Там подшипники, ось и... То есть это имитация некая, да? Да, это имитация. Если позволите. Я просто хочу тоже поддержать. Как я говорю, это наша тренировочная игрушка. А если говорить об армлифтинге и армрестлинге, одни и те же спортсмены или все-таки это разные группы мышц и не может, например, победитель, чемпион по армрестлингу стать победителем по армлифтингу? Я не запуталась, нет? Может, может, судя по нашим титрам, может. На самом деле, почему я занимаюсь армрестлингом, участвую в армлифтинге довольно-таки успешно, потому что участвуют одни группы мышц, одни связки, то есть армрестлинг и армлифтинг, виды спорта, которые направлены не на объем мышц, а на силу связок. Поэтому мне легко участвовать там и там в двух видах спорта. Конечно же, нужно уделять больше внимания тренировкам, потому что каждый вид спорта требует много времени. У меня это получилось. Я так понимаю, что еще ты в 12 классе, да, сейчас учишься? Да, сейчас бакалавр спорта. Ну, мы тебе желаем удачи. Мы, кстати, прервемся ненадолго. Сразу после короткой паузы мы продолжим выяснять все подробности интересного вида спорта под названием армлифтинг, который существует в нашей стране. И более того, мы становимся чемпионами мира именно в этом виде спорта. Оставайтесь с нами. Продолжается наша программа и продолжаем мы сегодня говорить о интересном виде спорта, который называется армлифтинг. Потому что совсем недавно уроженец нашей страны, еще пока школьник из Кагула, стал чемпионом мира по армлифтингу. Снова доброе утро. Расскажите нам вот про сам чемпионат. Расскажите, какие были представлены страны. Что это было за мероприятие? Как вы там себя чувствовали? То есть страны были представлены. Вот они есть на обороте медали. Это все страны, что были представлены. Также среди этих стран есть флаг Молдовы. Потому что мы с Сергеем участвовали на чемпионатах открытых в Крыму. Я был на чемпионате мира также ранее год назад и занял там два места призовых. Вот эти вот страны все были. То есть Америка, Камерон, СНГ. Камерон? Кагун, да. Это впервые Молдову попало, да? Нет, это уже третий раз. То есть первый раз Сергей выступал на чемпионате мира, второй раз я выступал. А в этот раз выступали два спортсмена. Я выступал и парень Штефан Рожко. Его регалии сегодня у нас есть на столе, но он, к сожалению, не доехал. За третье место он поднял норматив мастера спорта международного класса, удостоверение, которое он получит в следующем чемпионате. К сожалению, он сегодня с нами не может быть. Ничего страшного, зато вы у нас как чемпион. Как проходил сам чемпионат? Были ли какие-то лидеры? Были ли, может быть, чемпионы прошлых лет? Может, есть уже страны, которые всегда побеждают? Это знаменитый Алексей Чукалов, который в этом движении поднял 145 килограмм. Одной рукой? Одной рукой, да. То есть поднять одной рукой можно поднять просто за какое-то укрепление. Это ручка ролик тандер, которая еще и крутится, и большая в объеме. Это вообще нереально. Но он поднял, а в этот раз получилась сенсация, что он уступил Роману Пинковскому, именитому спортсмену России. Но мало кто знает, что Роман Пинковский сам сбель с улицы Дичибал, так он мне сказал. Он очень много лет назад уехал с Молдовы, встретив меня на чемпионате в Крыму, он начал сразу включать на меня земель, земель. И так мы с ним там познакомились. Но это человек, который представляет много спортивных компаний в России, и это очень именитый. И он стал абсолютным чемпионом, побив все рекорды. И, ну, он теперь гражданин России. Но им повезло, потому что я очень готовился. И если бы я попал на чемпионат, наверное, никто бы из них не выиграл. Слушайте, я подумаю, может, это должен быть наш национальный вид спорта, раз уроженцы Молдовы показывают такие результаты. Может, нам нужно как-то активно развивать, а не просто самодельно иметь отдельное... Это нужно вот, чтобы нас там услышали, да, что нужно развивать такие виды спорта в нашей стране, как действительно армлифтинг, армрестлинг, пауэрлифтинг. Откуда такая сила у нас, у Молдаван, вот мне интересно. Потому что по Косте не скажешь, что он огромен в своих размерах. Это обычный школьник, на мой взгляд. Как Константин сказал, дело не в мышцах, да? Я студент третьего курса Светловского игротехнического коменджа. Я с третьего курса чуть-чуть. Но у нас даешь боковаву. Ну, если взять людей, то они в России, в Украине и в других странах. Мы же все с мяса, и костей, и кожей, и во всех жилах сочет кровь, поэтому мы все одинаковые. Просто, возможно, там другая политика ведения спортивного образования. И их больше поддерживает, чем нас. То есть, вот, возможно, вот в этом. Да, у нас просто ребята крепкие, энергии некуда девать, и они во всех видах спорта. Откуда она, эта энергия, вот мне интересно. Расскажи, может быть, немножко о своем детстве. Чем тебя кормили? Расскажу. Что ты пил? Чем ты занимался? Ну, чтобы люди понимали, откуда это все. Для всех моих, для моего окружения, для людей, которые находятся всегда рядом со мной, понятно то, что все медали, которые я привозил, были посвящены одному человеку. Это девушка, в которую я влюблен, она с города Чедерлуги, со мной в группе учится. То есть, я всегда стремился быть лучшим и быть первым. И это была очень серьезная мотивация, которая началась три года назад. Девушки мотивируют, ребята. Именно тогда, когда я начал заниматься спортом профессионально. Вот в чем секрет энергии. Слушайте, меня сейчас удивили. Мы, значит, собирались говорить на серьезную тему. У нас здесь сила, все, чемпионаты, медали, дипломы, оказывается. Романтика. А я сейчас все дело в романтике. Как этот вид спорта развивается в нашей стране? Как вы тренируетесь? Как у вас проходят тренировки? Потому что, если, допустим, Костя из Кагула, Сергей из Кишинева, как тренер и его спортсмен на довольно-таки большом расстоянии друг от друга могут тренироваться вместе? Совместные тренировки иногда, а потом уже самостоятельно консультируемся. Да, я уже ищу варианты, как можно улучшить наши результаты. И пытаюсь всегда найти какие-то секреты в тренировках или в этом подъеме. Пытаюсь менять хват, менять позицию подъема. И уже, когда у меня что-то получается, когда что-то выходит, например, я тренируюсь один раз силовые, то есть поднимаю большие веса на один-два раза или вообще ставлю большой вес и поднимаю его с платформы, чтобы хотя бы оторвать его. Так укрепляются сухожилия и связки. А потом уже тренируюсь на малых весах, поднимаю много раз, чтобы восстановились и связки, и выросли мышцы. И уже, когда есть какой-то результат, у меня, например, в этом году где-то на 5, может, на 10 килограмм результат вырос. Я уже делюсь секретами с Костей или с ребятами, которые занимаются. То есть дело не только в теле, но и в стратегии какой-то. Да, конечно, потому что здесь малейший миллиметр хватит может поменять подъем веса. Результат в целом. Да, с 5 килограмм до 10, например. И вот дойти и стать рекордсменом мира. Чем опасен этот вид спорта? Приходится ли вам, не знаю, может быть, долго восстанавливаться после одного неудачного хвата и подъема? Лечитесь ли вы? В принципе, у меня только одна маленькая травма была. Просто выскочила ручка. И когда выскочила, я пошел рукой вниз и задел кость. И чуть-чуть сломал кости пальца. Но так это, в принципе, очень безопасный вид спорта. Если... Если никто не лежит внизу. Если чуть-чуть сделать технику безопасности, да. Если никого нет внизу. И если ноги вширь, потому что, если, не дай бог, вес соскользнет, то можно пальцы, ногу пасть. И это уже, конечно, неприятно. Можно без них остаться вообще, это примерно 140 килограммов. Ну, мы стараемся ставить длины резиновые, они чуть-чуть амортизируют, чуть мягко становятся. Но все равно. Мне все-таки хочется напоследок узнать, вот страна действительно может вами гордиться. А страна каким образом вас поддерживает на данный момент? Может быть, не страна, а может быть, какие-то единичные персоны? Меня... Я год назад, почти год назад, познакомился с таким человеком, как Вицу Геннадий, уроженец Кишинева, который вот с первого чемпионата мира вот до сегодняшнего дня поддерживает меня очень сильно. А недавно появился спонсор, ГГУский фонд «Берлик Тайлик». Это общественное движение, политичный фонд, просто социальное движение, которое помогает ГГУЗе. Вот именно поэтому я представлял и как ГГУЗе на чемпионате мира. Гена – это человек, который с большой буквы, зная которого, я очень благодарен ему и дружбой с ним. Добрый, как известный персонаж из мультфильма. Да, добрый, да. Вот, и Гена меня всегда поддерживает, постоянно, везде и всегда. И вот фонд «Берлик Тайлик». Также было очень много людей поддерживают, да, есть, которые, но об этом не говорится, и это ошибка большая. Нужно говорить об этом, чтобы было примером для других. Ну, собственно говоря, мы этот пример сегодня в нашей программе, именно 1 июня и подали. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы делаете, и мы желаем вам удачи в будущем, побед вам и развития этому виду спорта. Спасибо вам большое. Действительно, мы за такой короткий срок добились уже нескольких побед на чемпионатах мира. Еще раз напомним, кто у нас был сегодня в гостях. У нас в гостях сегодня были чемпион мира по армлифтингу, многократный призер и чемпион международных чемпионатов по армрестлингу Константин Барладяну, а также тренер, вице-чемпион мира, самый сильный человек Молдовы Сергей Морозенко. Спасибо огромное еще раз. Наша программа продолжается. Мы снова прервемся ненадолго и встретимся совсем скоро, но уже на другой площадке.